Я очень люблю кабачки и тыквы. В последнее время я готовлю эти овощи очень простым способом. То есть режу на кусочки, вот как сейчас я буду делать, кладу на листик и запекаю в духовке. Но в последнее время я немного усовершенствовал это дело. Когда готовится особенно тыква в духовке, вот на листике, а тыква очень сладкая у меня, сорт зимняя сладкая, с нее прямо сахар сочится. И вот этот сладкий сиропчик, он попадает на листик, там немножечко пригорает и потом листик неудобно мыть. И вот чтобы избежать этих, ну скажем так, небольших, конечно, но все-таки какие-то хлопоты, я сделал следующим образом. Я теперь застилаю листик вот такой пленкой. Это специальная пленка, она термоустойчивая, в ней вот курицы запекаются, я вот курицы запекаю в такой пленке. И она вполне выдерживает температуру. После этого, когда тыква, ну или кабачки уже готовы, листик остается полностью целым. То есть пленка не дает вот этим соком, которые выделяются и попадают на листик, подгорать. И получается очень хорошо, даже листик мыть не надо. То есть еще проще. Ну а семечки, как я уже говорил, в последнее время я оставляю, подсушиваю семечки кабачков и тыкв. И потом уже они будут размолоты и добавляться, как специя, уже к разным блюдам. Это очень полезная вещь. Мне подсказали друзья-огородники, теперь я так и делаю. Ну а что тыква, что кабачки, запеченные в духовке, они очень вкусные, очень полезные. И я всегда их готовлю и рекомендую каждому готовить вот такие простые вещи. И если качественные продукты, качественная тыква и качественный кабачок, то они получаются и так, даже при таком способе приготовления, очень вкусными. И их можно с удовольствием кушать. Так что всем приятного аппетита. Кушайте кабачки, кушайте тыквы и будьте здоровы. Ну а использование вот такой термостойкой пленки еще больше упростит приготовление тыквы в духовке. Может кто-то уже давно так делает, но я вот только-только до этого додумался. И на всякий случай хочу поделиться с другими. Возможно кому-то пригодится. Продолжение следует...